Сознание возвращалось медленно и болезненно. Он прорывался сквозь плотный слой сна, из воображаемого начала всех начал, пересекал само время. Он вытянул псевдоподобие из изначальной тины, и это псевдоподобие было им. Он стал амебой, заключавшей в себе его сущность, затем рыбой, помеченной некоторой индивидуальностью, затем обезьяной, не похожей на других, и, наконец, стал человеком. Каким? Он смутно видел себя стоящим с лучевиком в руках над трупом. Вот таким. Он очнулся, протер глаза и стал ждать других воспоминаний, но ничего не вспомнил, даже имени. Он поспешно сел и приказал памяти вернуться. Безрезультатно. Он огляделся вокруг, надеясь найти ключ к своей личности. Маленькая серая комната, в одном конце которой закрытая дверь. В другом, в алькове, сквозь штору виднелся крошечный туалет. Помещение освещалось из какого-то скрытого источника, возможно, с потолка. В комнате стояли кровать, стул и больше ничего. Он подпер подбородок рукой, сомкнул веки, попытался сосредоточиться. Гомо сапиенс. Мужчина. Человек с планеты Земля. Он говорил на языке, называющемся английским. Значило ли это, что были другие языки? Ему были известны названия предметов — комната, кровать, стул. Он обладал, кроме того, определенным запасом общих знаний. Но отдавал себе отчет, что существует великое множество важных вещей, которые он знал когда-то, но не знает сейчас. Со мной что-то случилось. Это что-то могло кончиться хуже. Если бы оно продлилось еще немного, он мог остаться безмозглым созданием, лишенным дара речи, не осознающим даже того, что он является человеком, мужчиной, землянином. Кое-что ему сохранили. Но когда он попытался выйти за рамки известных ему фактов, то наткнулся на темную, заполненную ужасом зону — не входить. Я, наверное, был болен. Единственное разумное объяснение. В свое время, вероятно, у него были какие-то воспоминания о птицах, деревьях, друзьях, собственном положении в обществе, а может быть и о жене. Теперь ничего этого не было. Когда-то он говорил «это похоже на…» или «это напоминает мне…» Теперь же ничто ни о чем ему не напоминало. Вещи были сами собой и только. Он потерял возможность сравнивать и противопоставлять. Он не мог больше анализировать настоящее в свете пережитого прошлого. — Должно быть, я в больнице. — Конечно. Здесь его лечат. Добрые врачи трудятся над возвращением ему памяти, осознания личности, чтобы сообщить ему, кто он и что он. Благородный труд. Он почувствовал, как на глазах у него выступили слезы благодарности. Он встал и медленно обошел комнатку. Дверь была заперта. Его охватил панический страх, который он решительно подавил в себе. Возможно, он был буйным. — Что ж, он будет буйствовать. Они увидят. Надо поговорить с врачом. Он стал ждать. Прошло немало времени, прежде чем в коридоре послышались шаги. Шаги остановились у его двери. Панель откатилась в сторону, и возникло чье-то лицо. — Как самочувствие? — Судя по коричневой форме и предмету, висящему на поясе, вероятно, оружие, — подумал он, — пришедший был охранником. — Вы можете сказать, как меня зовут? — Называй себя 402-й, — сказал охранник. — По номеру камеры. Это ему не понравилось. Но лучше 402-й, чем никто. Он спросил. — Я долго болел? Сейчас мне лучше? — Да, — иронично заверил охранник. — Веди себя спокойно. Подчиняйся правилам. Не вздумай дурить. — Конечно, — согласился 402-й. — Но почему я ничего не могу вспомнить? — Так всегда бывает, — ответил охранник и повернулся к выходу. 402-й окликнул его. — Подождите. Нельзя же так оставлять меня, не объяснив. Что со мной случилось? Почему я в больнице? — В больнице? — Удивился охранник и, ухмыляясь, посмотрел на 402-го. — С чего ты взял? — Я так предполагаю. — Ты предполагаешь неверно. Это тюрьма. 402-й вспомнил сон об убитом человеке. Сон или воспоминание? Он отчаянно взмолился. — В чем меня обвиняют? Что я сделал? — Ну, знаешь, — бросил страж. — Когда? — После приземления. А пока готовься к собранию. Он ушел. 402-й сидел на кровати и пытался думать. Кое-что прояснилось. Он в тюрьме, и тюрьма вскоре приземлится. — Что все это значит? Зачем тюрьме приземляться? И что за собрание ждет его впереди? У 402-го осталось довольно смутное впечатление о том, что произошло дальше. Он не помнил, долго ли просидел на кровати, пытаясь склеить обрывки знаний о себе самом. Потом ему почудилось, будто прозвенел звонок. Дверь камеры открылась. Зачем? Что бы это значило? 402-й подошел к двери и выглянул в коридор. Он был очень возбужден, но ему не хотелось покидать камеру. Она давала ощущение безопасности. Подошел охранник. — Не бойся. — Никто тебе ничего не сделает. Иди по коридору прямо. Охранник легонько подтолкнул его, и 402-й пошел по коридору. Он видел другие открытые камеры, людей, выходящих в коридор. Поначалу их было немного. Людской поток увеличивался, заполняя проход. Большинство было в замешательстве. Все молчали. Покрикивали только охранники. — Прямо! Давай двигай! Прямо! Их пригнали в большую круглую аудиторию. На балконе опоясывающем комнату стояли вооруженные стражи. Их присутствие казалось необязательным. Испуганная и ничего не соображающая толпа и не помышляла о бунте. Однако охранники имели символическое значение. Напоминали только что пробудившимся людям о самом важном факте их жизни. Они — арестанты. Через несколько минут на балконе появился человек в темной форме. Он поднял руку, призывая к вниманию, хотя и так с него не спускали глаз. И по аудитории загремел голос. — Слушайте внимательно! И постарайтесь запомнить, что я вам скажу. Эти факты важны для вашего существования. Все вы, — продолжал оратор, — недавно очнулись в своих камерах. Вы поняли, что ничего не помните о прежней жизни, даже собственных имен. У вас есть лишь скудный запас общих сведений, достаточные, однако, для взаимодействия с реальностью. Я не расширю ваши познания. Все вы там, на земле, были злобными и гнусными преступниками. Людьми наихудшего сорта, лишенными государством права на существование. В менее просвещенные века вас бы казнили. В наше время вас выслали. По аудитории прошел шум, и офицер поднял руку, требуя тишины. Все вы — преступники. У вас одна общая черта — неспособность выполнять основные обязательные правила человеческого общества. Эти правила необходимы в цивилизованной среде. Нарушив их, вы совершили преступление против человечества. Поэтому оно отторгло вас. Вы — палка в колесах цивилизации и изгнаны в мир вам подобных. Здесь вы вправе создавать свои законы и умирать по ним. Здесь свобода, которой вы жаждали, неудержимая и губительная свобода роста раковых клеток. Оратор вытер лоб и сурово воззрился на узников. — Но, возможно, — произнес он, — некоторые из вас сумеют исправиться. Омега, планета, на которую мы летим, — это ваша планета, и ее населяют исключительно преступники. Это мир, где вы можете начать жизнь сначала, с чистой страницы, без всяких предубеждений против вас. Вашего прошлого нет. Не пытайтесь вспомнить его. Подобные воспоминания только стимулируют криминальные наклонности. Считайте себя заново родившимися в момент пробуждения в камере. Взвешенные, продуманные слова оказывали какое-то гипнотическое воздействие. — Новый мир, — говорил оратор, — вы переродились, но с необходимым сознанием греха. Иначе вам было бы не по силам бороться со скрывающимся в вас злом. Помните это. Помните? Спасения нет. И нет возврата. Сторожевые корабли, оснащенные новейшим лучевым оружием, патрулируют воздушное пространство Омеги днем и ночью. Они уничтожат любой предмет, поднявшийся более чем на 500 футов над поверхностью планеты. Свыкнитесь с этими фактами. А теперь приготовьтесь к посадке. Оратор ушел с балкона. Среди заключенных пробежал шепоток. Но вскоре замер. Говорить было не о чем. Узникам, не помнящим своего прошлого, не на чем основываться, размышляя о будущем. Нельзя обмениваться опытом и впечатлениями, если опыт и впечатления только что возникли. Охранники на балконе застыли, как мумии, недвижные и безликие. И тут легчайшая дрожь прошла по полу аудитории. Затем она превратилась в вибрацию. И 402-й почувствовал тяжесть, словно на тело навалился невидимый груз. Из громкоговорителей прозвучал голос. Внимание! Корабль приземляется на Омеге. Вскоре будет произведена высадка. Заключенных построили в колонну и вывели из помещения. Все еще ошеломленные, они шли по бесконечному коридору огромного корабля к открытому люку, через который врывался яркий свет. 402-й спустился по длинной лестнице и оказался на твердой почве. Он стоял на большой, залитой солнцем площади, окруженной любопытными зрителями. «Отвечайте, когда называют ваш номер. Вам будет сообщена ваша личность», — прогремели динамики. 402-й чувствовал себя слабым и усталым. Сейчас его не интересовало ничего. Хотелось только лечь, заснуть или подумать о происходящем. Он осмотрелся и машинально отметил гигантскую ракету, охранников, зевак. Над головой в синеве небес плавали черные пятна. Сначала они показались ему птицами, затем, приглядевшись, он понял, что это сторожевые корабли. «Номер один». «Здесь», — ответил голос. «Номер один. Ваше имя...» «Вайн Саус Холдер». «Тридцать четыре года. Группа крови АЛ-2. Индекс АР-431С. Виновен в измене». Толпа наблюдающих громко зааплодировала. Четыреста второй, дремлющий на солнце, слушал перечисления убийств, ненормальностей, подделок, мутаций. «Номер четыреста два». «Здесь». «Номер четыреста два. Ваше имя Уилл Баррент. Двадцать семь лет. Группа крови ОЛ-3. Индекс Экс-221Р. Виновен в убийстве». Толпа радостно зашумела, но четыреста второй едва ли что-нибудь слышал. Он привыкал к тому, что у него есть имя. Настоящее имя, а не номер. Уилл Баррент. Он надеялся, что не забудет его, и повторял про себя снова и снова. И чуть не пропустил последнее объявление. «Вновь прибывшие могут быть свободны. Ваше временное жилье находится на площади А-2. Будьте осторожны и осмотрительны в словах и поступках. Наблюдайте, слушайте, учитесь. Закон обязывает меня сообщить вам, что средняя продолжительность жизни на Омеге приблизительно три земных года». Последние слова не сразу дошли до Баррента. Он все еще свыкался со своим новым именем и не задумывался о том, что значит быть убийцей на планете преступников.